Гол 24 представляет команду мечты самого перспективного тинейджера мирового футбола. Защитникам тут еле нашлось место. Вратарь Джан-Луиджи Буфон Перед матчем Ювентуса с Монако в Лиге чемпионов в 2017 году Буфона спросили, Каково это играть против совсем молодого мальчика, которому прочили огромное будущее? Он родился в 1998, правильно? Я к тому времени уже сыграл на чемпионате мира. В этом прелесть жизни, повод играть долго. Ты встречаешь мальчишек, которые еще даже не родились, когда за твоей спиной уже была увесистая часть карьеры. Мне посчастливилось играть с теми, кто родился в 50-х годах прошлого века. И я играю с футболистами, родившимися уже в 21 веке. Это фантастика! В тех матчах Мбаппе вышел на поле. Забил Буфону и прервал его серию из 690 сухих минут в Лиге чемпионов. После ответного матча Буфон подошел к Келиану и поцеловал юного форварда, пожелав удачи в карьере. Неудивительно, что с тех пор Джиджи — любимый вратарь Мбаппе. Правый защитник. Кафу Когда великий латераль, который заново изобрел эту позицию на поле, заканчивал карьеру в Милане, Мбаппе не исполнилось и 10 лет. Остается два варианта. Либо Келиан уже в том возрасте прекрасно разбирался в футболе, либо просто взял первую попавшуюся фамилию, которую в этой рубрике называют чаще всего. В любом случае, это дело Мбаппе. Факт в том, что Кафу действительно был фундаментальной фигурой своего времени, этаким прототипом Дани Алвеса, с которым Келиан на правом фланге ПСЖ сейчас зажигает. Кстати, может, Дани подсказал молодому партнеру правильную фигуру на эту позицию? Соотечественник все-таки. Видео создано при поддержке 1xbet Центральный защитник Серхио Рамос Что такое играть против Рамоса, Мбаппе мог понять в недавних матчах Лиги Чемпионов. Не сказать, что лично Серхио перекрыл кислород французскому таланту, но Келиана не было видно ни в одном из матчей. Капитан Реала уже во время своей карьеры стал культовой фигурой, и к этому моменту на его счету больше забитых мячей, чем у тинейджера Мбаппе. Не я принимаю решения о многомиллионных трансферах юных игроков, но Мбаппе — большой талант, таких молодых футболистов часто не встретишь. Сейчас футболом движут деньги, люди готовы платить столько, сколько захотят. Если Мбаппе захочет перейти в Реал, двери для него открыты. В то время, когда Мбаппе играл в Монако, Рамос уже тогда тепло отзывался о его таланте. Я видел, как играет Келиан, у него огромный потенциал. Ему не хватает более квалифицированных партнеров в Монако, поэтому он должен перейти в Реал. Здесь он может стать лучшим игроком планеты и переплюнуть Криштиану Роналду. А как вы думаете, по силам ли это Мбаппе? А показывать свой талант и завоевывать первые важные трофеи, Мбаппе сможет уже на ближайшем чемпионате мира, где у сборной Франции очень большие шансы на победу. Центральный защитник Пауло Мальдини Еще одна легендарная фигура, которую не постеснялся назвать Мбаппе. Келиан был совсем мальчиком, когда Мальдини приводил Милан к триумфу в Лиге чемпионов. Левый защитник Роберто Карлос Роберто Еще один завсегдата из самых разных символических сборных. Да, возможно, в истории футбола были более цепкие и тактически грамотные левые защитники, но игра Карлоса производила неизгладимое впечатление. Мбаппе с детства следил за Зиданом в Реале, и игра бразильца не могла остаться для него незамеченной. Те удары и прорывы по флангам вряд ли забудет кто-то, кто хоть разок их видел. Правый полузащитник Рональдиньо После подписания контракта с ПСЖ Мбаппе пафосно заговорил. Я вырос на игре Рональдиньо и Паулеты. Мое детство прошло в Париже, поэтому, естественно, я начал поддерживать ПСЖ. Так что этот переход можно назвать возвращением. Когда я был моложе, я часто приходил смотреть футбол на Парк Де Пренс. Для меня Париж — самый красивый город на Земле. И не важно, что Рональдиньо прекратил выступать за ПСЖ, когда Киллиану было 4 года. Факт в том, что Рональдиньо вдохновил еще одного талантливого паренька на занятия футболом, влюбил его в этот спорт. Но просто сами посмотрите на финты Мбаппе. У кого же еще он мог их подхватить? Центральный полузащитник. Зинедин Зидан В биографии Мбаппе есть один интересный эпизод. Когда Киллиану стукнуло 13, в Академию Клерфонтен приехал сам Зинедин Зидан и предложил подписать контракт с Реалом. Но отец, посоветовавшись с сыном, вежливо отказал одному из самых узнаваемых людей футбольного мира. Выбор в пользу манигасков Мбаппе объяснил через несколько лет. Я был пареньком, который видит перед собой величайшего французского футболиста в истории. Он жал мою руку, смотрел в мои глаза, был крайне честен со мной. Это был один из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Но в конце концов я решил отказать. Не хотел покидать дом в таком раннем возрасте. Думаю, из переезда в Мадрид ничего бы не вышло. Максимум сидел бы на скамейке. Вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет Мбаппе поработает под руководством Зидана в Реале или каком-нибудь другом клубе. Но Киллиан акцентирует внимание на том, что восхищается только Зиданом-футболистом. Моим кумиром был Зидан-игрок, а не Зидан-тренер. Зидан-игрок заставлял меня мечтать. Да, и я по-прежнему мечтаю, когда смотрю видео с ним. Тренер — это совсем другое, хотя он отличный коуч, который быстро добился результатов и продолжает развиваться. Левый полузащитник. Лионель Месси. Тут тоже все просто. Мбаппе хочет быть максимально честным, потому включил Лео в свою символическую сборную. Кстати, состав получается ультра-атакующим, не находите? Месси, Рональдинио и Зидан в центре поля. Это, конечно, круто. Но кто будет отбирать мяч? Мне, конечно, приятно, когда меня называют новым Месси, но я не вижу в этом никакого смысла. Чтобы стоять наравне с Лео, нужно иметь какие-то регалии. Я Киллиан Мбаппе. Хочется, чтобы болельщики запомнили меня как Мбаппе, а не как нового Месси. Бывший игрок Барселоны и сборной Франции, Людовик Жюли, рассказывает. Мбаппе более профессионален, чем был Месси в его возрасте. Киллиан лучше знает, как управлять своим телом. У Лео уже было много проблем со здоровьем из-за трудностей с ростом. Ему было сложнее. Тем не менее, Мбаппе нужно из кожи вон стараться, чтобы хотя бы приблизиться к достижениям аргентинца. Правый нападающий. Куда же без одного из ярчайших футболистов современности? Мбаппе восхищался Неем, еще когда только начинал в Монако. А теперь бразилец, его партнер по атаке и близкий друг. Перед тем, как я перешел в ПСЖ, Неймар безостановочно писал мне смс-ки. Он постоянно спрашивал, когда я приеду. Я отвечал ему, что уже в пути, но, наверное, он думал, что это отговорки. Сейчас Неймар мне как старший брат. Когда такой звездный игрок принимает вас так дружелюбно, как он принял меня, то вам становится гораздо проще адаптироваться к новой команде. Если узнать Неймара поближе, становится понятно, что он очень сильно отличается от образа, который ему приписывают СМИ. Он любит смеяться, шутить и ладит со всеми. У нас немного разные стили игры, поэтому он не дает мне много футбольных советов. Но зато он много помогает мне в психологическом плане. Неймар рассказывает о своих ошибках в течение карьеры, что позволяет мне учиться на них и избегать подобных ситуаций. Центральный нападающий. Роналдо. Роналдо — еще один персонаж из детства Мбаппе. Киллиану было всего 4 года, когда Роналдо уничтожал сборную Германии в финале Чемпионата мира. Но последующая карьера Зубастика, пусть и скомканная травмами, впечаталась в память юноши. Кстати, результативность Мбаппе сравнивают с показателями Роналдо на старте карьеры. Как посчитали во Франции, в столь юном возрасте мог забивать в таких количествах только бразилец. Криштиану с Лионелем и рядом не стояли. 19-летний Роналдо, выступавший за ПСВ, Мбаппе забил 38 мячей и в конце сезона перешел в Барселону. Только в 2017 году Мбаппе забил 32 гола во всех турнирах. К 19 годам Киллиан вкатил 50 мячей. В его возрасте на счету Криштиану Роналду было 16 голов. У Лео Месси — 15. Левый нападающий. Криштиану Роналду. Недавно всплыли фотографии, на которых маленький Мбаппе стоит рядом с кумиром, а его комната обклеена плакатами с португальцем. Видно, что Киллиан перенял многие черты и манеры игры молодого Криштиану. Пластику, работу с мячом, манеру бега. Теперь даже капитан Реала говорит, что Мбаппе может переплюнуть и Криштиану. Но в очном противостоянии Криро показал, что свой трон молодняку уступать не намерен. Он был моим героем в детстве. Было здорово встретить его, когда я мальчиком посещал тренировочную базу Реала. Я восхищался Роналду, когда был моложе. Но сейчас это осталось в прошлом. В прошлом видео мы спросили вас. Робин Ван Перси – фанат баскетбола. Даже своего сына он назвал в честь одного известного баскетболиста. О ком идет речь? Ответ – Шакил О'Нил. А теперь вопрос. Дебютировав за Монако в возрасте 16 лет, Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории клуба. Чей рекорд он побил?